Джон, Пол, Джордж, Ринга Везде входит трепет Божественный трепет музыки Которая потрясла этот мир И меня заодно с ним Ну что, пошли И вот этот австрийец, он там смехался, значит Я повторяю, с моей бабкой Будущей И в 19-м году вышел какой-то там международный закон Какие еще соблюдали какие-то законы в то время И его отпустили в Австрию назад Бабка мне рассказывала уже в 70-е, в 60-е годы Она в 60-е годы Богу Зушу отдала И она мне рассказывала Этот мой, значит, какой-то там Бакенбауэр Или как-то она его называла Йоган какой-то, я не знаю, не помню Это Йоган мне говорит Поехали со мной в Австрию Будем там жить Знаешь? Классно Да И она дура говорит Нет, я люблю Россию Я ведь буду здесь И он уехал один И что ты думаешь? На следующий день Приходит какой-то мужик К моей бабке в дом И говорит Дура 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 Вчера Вчера на такой-то станции поездом сбила Насмерть Он погиб в России Где-то там похоронен На той станции Я не знаю Австрийских военнопленных И немцев там было море Море Всех пленных Всех пленных отправляли в Сибирь На пребываниях И вот К счастью Он там Остался Навсегда Сахар мы не купили Картину мы еще не видели Но у нас еще много где-то со мной Она очень яркая Она Оранжево Голубая Светло-зеленая Вот такие вот краски Это импрессионизм? Да Это типа правильно Типа того Там все пересекается Там есть Элемент авангарда Там есть элемент импрессионизма Там есть элемент безумия Там есть элемент Как бы Отрыва От действительности От жизни Это уже не жизнь Это на уровне безумия Такое Это то За что я люблю Джона Это не подвергается анализу Или чего Да просто Знаешь так Ах Так Направо А ты следишь кстати за кем? А? Средил за кем? Нет Нет Мне только Дали нравится Мне Дали нравится И то не все Ну да Кое-что мне нравится Дали Он хороший человек А вот этот вот Сумякин Ты вроде не звуком был Знаешь Как тебе? Да так себе Средненько Я его картина вообще плохо знаю Я там видел Он еще в 90-е по-моему Он там Какие-то передачи Там тоже про храм Рассказывал Там вот Какие-то вопросы Да он однажды да Мне с кем не говорил Мне мужик один говорил Что он слышал Что он слышал Как Шемякин Как Шемякин Шемякин сказал Что Идея Коли Васина С храмом Джона Леннона Это самая великая идея В России За последние сто лет Не только Правда С этого он тоже Я сразу узнал Там у художников Его адрес Послал ему Письмо По интернету Но он не ответил Этим надо заниматься Так на всю жизнь Он не может свои дела бросить Я его так понимаю Он уже Раб Своего стиля жизни И живописи Проход на второй этаж Закрыт Но я видел ее на первом этаже В 60-е годы Нас питал Черный рынок А потом Тусня началась Колоссальнейшая тусня Это происходило на концертах Наших групп И все Больше у них ничего не было Кроме этого Здрасте Я год назад Или полтора года назад Был здесь И видел шикарную картину Русского художника Очень дорогую Может быть она 100 тысяч долларов стоила Или там 500 может быть тысяч Вот осталась она у вас еще или нет Она яркая такая Желто-оранжевая Но вы не художника Не помните Никого Во-первых год назад Нас здесь и не было Чтобы назад Не были на первом этаже Да Правильно Правильно Я на первом этаже ее видел Рядом со входом С Невского В той стороне Я на первом этаже Я на первом этаже Стояла 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 Нет это если дальше А при входе Вот такой высоты От пола она была и шириной может быть метр двадцать так метр ничего не может сказать а там дальше живопись есть дальше все она нетрадиционная живопись она безумная и наверно вернули я никто не купила это сто процентов ее вернули автору и все да тут у них дофига всего и больше давно была главная стадия я вообще никогда не в углу что в армитаже а в самом ирмитаже не сам там отдельно у них есть зал там на чертом этаже чего-то есть и какие-то французы импрессионисты и был там был конечно те штам работу где же в армитаже ровно да ладно этом году два отработал ножка оформить или выставки как и были через шестом поможем 75 ван гога матисса там этих всех да там там это все есть это все есть и 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 вот как жарко здесь вот погреться где можно водить ну что куда пойдем вот здесь на втором этаже я выставлял свою пластинку джона линна который джон не прислал не то не организовывали вот они мне позвонили я им говорю давайте нет проблем я вам дам ее повисеть долго она была у них не на месяца 34 все лето она висела мне нравится то что они отдали в рамку как они повесили они же сами ставили в рамку я им дал только пластинку джон они же хорошую я рамку делали в рамки мне вернули уже пожертвовали я еще спросил у них ну как вы жертвуете рамку то мне догад забираюсь чайный триумф эта книга была моим триумфом это был пик моей жизни я такой редко испытывал прилив счастья когда она вышла я целый год после выхода моей книги костей моих любимых я ее каждый день читал представляешь каждый день я ее брал в руки я упивался не просто читал а я наслаждался я просто сам себе мысленно говорил какой ты крутой какая прелесть как ты мог это написать неужели это ты написал коля спрашивал я себя и какой-то потусторонний голос отвечал конечно почему ты сомневаешься я даже не даже были прикольные моменты я из офиса одно время постоянно звонил зингер просто как инкогнито как я спрашиваю простите а у вас есть книга коля вася на рок на русских костях и когда они мне отвечали да есть еще два экземпляра осталось я говорил спасибо я сейчас приеду и куплю конечно я не приезжал и не покупал для меня я уложил трубку я говел просто улетал я упивался я был в трансе для меня это была медитация вообще безобразие устраиваете книги уже целый день и костей моих нету зингере надо немедленно отвезти им пасечку а я они мне говорили да на это интернет везем коли не беспокойтесь лучший друг когда ему подарил свои кости он ее в диван при познаете есть такие старые диваны приподнимаешь туда он сунул ее и опустил крышку дивана огромную там он ее держал несколько лет я этого узнал случайно я проходил мимо его дома он жил далеко от меня где-то там гражданки какие-то районы я там оказался случайно я вдруг вспомнил что я у него здесь был пять лет назад когда моя книга вышла когда я ему подарил я к нему зашел и говорю слушай Серега мне нужна срочно моя книга мне нужна одна цитата там мне нужна одна дата там цифра которая в этой книге есть и я ее забыл у меня сейчас встреча там с кем-то и мне надо ее сообщить кому-то соврал дай мне мою книгу так на меня странно скажу я сходил сказать подозрительно посмотрел но в этом в этой странности было было и подозрение что я играю роль как я придумал какую-то историю и и вот он при мне представляешь он при мне лезет диван поднимает крышку достает мою книгу совершенно новенькую я я взял ее я вижу что ее ни разу никто не открывал у него большая семья у него три там ребенка баба там с ним живет там еще что-то и он ее за 5 лет ни разу не раскрывал лучший друг он был моим лучшим другом и мне хотелось сказать Серега прощай после такого отношения к моей книге я не желаю тебя больше видеть надеюсь что мы больше не увидимся никогда мне не звонить мне так хотелось ему сказать это но я не по сне не были причины но это уже это уже отдельный раз вот тем не менее я взял эту книгу мне подал я взял книгу совершенно чистенькую новую как с полки магазина я машинально в первом попавшемся месте открыл ее раскрыл посмотрел для биби я уверен что я ушел он опять сунул ее в диван ты представляешь а молодежь было несколько несколько звонков от молодежи так лет 15-17 мне звонили девчонки и мальчишки и говорили коля это гениальная книга я только что ее прочел ты гигант это гениальная книга много первый раз я слышал от детей эту фразу от своих друзей я слышал только молчать ни один из тех тусовщиков которые крутятся влух меня который ты видел за последний год два или три сколько мы знакомы ни один не сказал ни слова ни да ни нет ни бе ни ме ни кукареку ни трики дики балла балла в общем вот так я сочинил несколько песен хороших на самом деле месяц назад я проснулся и я не мог пошевелиться в моей голове моей душе где-то во мне где-то рядом со мной я точно не не помню даже а вот где-то вокруг меня звучала музыка настолько прекрасная настолько красивая что я проснулся я не мог пошевелиться я много минут я лежал без движения потом она куда-то улетучилась она становилась все тише 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 я в отчаянии понял сам все сказал как же так я ее не записал не спел не запомнил не нарисовал так было несколько раз музыка все время звучит мне обрушение потому что это битлз источник я около источника сижу как сын матушки природы как поль макарнин спел матусные часа я все время о себе думаю когда слушаю эту речь я обожаю матусные часа для меня один из шедевров битлз и пашек и я часто думаю о себе потому что я я жду весны только для того чтобы быть моим сыном матушкой природы вот чуть-чуть уйдет снег станет чуть-чуть потеплее я поеду в лес и буду сидеть около ручья и слушать как журчит водичка как поют птички потом в мае появляются обычные соловьи и там на ржевке я всегда слушался соловьёк когда был маленьким мальчиком я садился на велосипед уезжал в лес и слушал соловьёк и Продолжение следует... 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 И вдруг я начинаю Я сейчас слова забыл Я помню слова И я, значит, пою А вдруг мистика Передо мной проход образовывается Вдруг разрыв Нет машин Там до машин, которые слева, еще там метров пятьдесят у меня прошли все и разрыв я как рванул как заяц со страшной скоростью перебежал этот хайвей, потом обернулся а там же сплошной ходок идут опять машины без пауз и я прибежал 2 минуты было 9 администратор на меня потому что рядом был метр 200 до гостиницы гостиница огромная вот против этого здания даже больше четырехэтажных гостиниц я прибежал сразу партук одел переоделся и к своему филиппинцу у меня там филиппинец был партнер и мы с ним вдвоем стали эти простыни наматывать огромные такие диски горячие наматывали эти простыни и они за 2 минуты простынь была и сухая и выгруженная и там автомат какой-то бум-бум-бум перекатывал и она через 20 секунд она уже лежит на полке сложенная аккуратненько такая техника помню меня это так приятно угребляло вот так вот обладея обладами и 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 все что я запомнил с этим голосованием никого сидят эти служащие какие-то урны там я говорю, что тут а вот бумажку опустите вот туда и все я беру какую-то бумажку, я даже не знаю, что на ней написано подошел к этой урне как копилка, знаешь, моя я опустил ее и ушел вот все вот и все мои голосования, больше я ничего не помню за всю жизнь я ничего не помню больше я ни за кого никогда не голосовал я просто не ходил туда когда мне понравился один момент расскажу вам вот такая вот история была когда мы стали Петербургом когда это было? в 91-м году, да? в 92-м значит, Петербург стал самим собой одним словом мне это страшно понравилось я не знал ни одного человека из своих знакомых, кто бы голосовал за совковое название города все голосовали за Петербург все мои друзья все мои знакомые всех, кого я знал все были за Петербург и вот я в этот год или на следующий поехал к брату в Одессу у меня там брат же жена там у него племянник родился в смысле его сын родился и я поехал я к ним ездил раз в два в три года отдохнуть позагораться покупаться в море и там оказался чувак их родственник из Москвы такой столбень столбень такая совковая такой, знаешь мужик, который может своей головой пробить стену там у которого разговор такой все больше ничего смысла я от него не слышу и я его, конечно дом там огромный и я его как-то старался не замечать и вдруг на пляже получилось так, что я пошел искупаться позагорать и он со своими там знакомыми или там кто-то родственники лег на подсилку рядом со мной на песочек смотрю я так дурень совковая который ходил там вот так вдруг он ложится со мной уже в разговоре я уже думаю надо куда-то свалить надо куда-то откатиться сделать вид что я пошел искупаться а потом уйти куда-нибудь и вдруг он он обращается ко мне и говорит ну что там у вас Петербург или я говорю Петербург а как а как а почему почему Петербург он видно было что-нибудь за совок за совковое название нашего города и так на меня как бы наехал понимаешь наехал эмоционально он кто там сделал-то это я говорю так как как-то 55% проголосовали за Петербург так мало да ну ты не слышал да всего 55% представляешь и 45% за старое совковое ужас и он мне представляешь и он мне говорит я ему сказал это я вижу что с ним он может морду набить он бросится на тебя испортит тебе сломать кайф вообще я там еще может быть мне 3 дня оставалось еще 3 дня теперь прятаться от него бояться поэтому я не выступал я просто сказал факт 55% проголосовали за Петербург он так весь скукожился на меня мафия это все мафия представляешь мудозом я все-таки не вижу что ты говоришь как на твой взгляд народ это мафия вот я это мафия я не вижу никакой мафии народ проголосовал какой народ я понял что если мы сейчас не разойдемся он мне даст по голове это точно с едой все укладывает в эту лунку и закрывает дерном которое снял представляешь говорит через 2 дня я тебе позвоню мы приедем бежим бежим скорее такси надо ловить и мы удрали через 2 дня я ему звоню я говорю Игореха ты помнишь что было он говорит что было все там закопано все все спрятано в общем мы туда добрались только через 2 недели представляешь мы не могли найти это место до сих пор это место мы ничего не можем найти до сих пор это все там лежит весь сервиз мамин старин она у нее богатая тетка была она была жена генерала у него отец генерал представляешь Бульба Бульба такая фамилия у нее странная и вот до сих пор вот эта самая забавная история приютинская одна самая забавная до сих пор где-то там это в земле зарытые кайфы вилки серебряные ловки большая тарелка малая тоже а вон вилчика вот стол это его подарок диван его подарок вот этот красного дерева шкаф в маленькой комнате это его подарок представляешь сколько он всего мне не дарил ну да ванна тоже его подарок когда я въехал в этот дом там ванн не было ни у кого из этих художников которые в этом доме живут нет ни одного ванны только у меня потому что он мне подарил у всех такие знаете как бы противень для душа стоячие вот такой человек был в моей жизни я тебе сейчас приду я тебе сейчас покажу его фото чтобы ты знал что он есть в моем календаре это один из лучших людей в моей жизни которого я почитаю которого я помню который часто вспоминает о котором я много рассказываю друзьям welcome to the heaven все там камнемся прошу добро пожаловать бутылка и он и он бежал быстро за водкой вот это все что я о нем могу сказать мудозвон колоссальный но он тусовщик вот сам понимаешь водочка мы были молодыми заводными мы пили водочку цицернами и он всегда подтаскивал конечно и он и Игореха Игореха тем был хорош что он был очень милый добрый и всегда у него были деньги всегда он всегда брал что-нибудь закусить всегда интересовался а что ты хочешь Коля а в какой ресторан ты хочешь чтобы я тебя сводил а какой напиток ты хочешь в это время дня принять представляешь вот так вот он ко мне относился это что-то было невероятное ну вот тем не менее это было и ради него только я повторяю не ради себя это мое отличное фото мне нравится Ян мне тоже нравится Майкуху я любил Майкуха был моим братцем по рок-н-роллу сами понимаете он любил и Битлз и Чако Берри я любил и мы с ним все время выпивали слушали музыку он здесь жил недалеко на Боровой почти каждый день он был у меня в гостях и каждый раз он ко мне приходил ставил бутылку водки на стол первым делом потом раздевался и вот же мои руки говорим ну вот хоть раз в жизни спокойно выпить и начинался наш первый вот Игореха мой милый Игореха Бульба ржевский чувачок Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...